Друзья, приветствую вас! В оставшиеся до конца месяца дни новостной фон вроде как не обещает быть богатым. Эта неделя и вовсе короткая. Здесь в четверг американский рынок закрыт из-за Дня Благодарения. Пятницу будет короткая сессия. По сути, такая, что торговать на них будут только либо в случае каких-то экстраординарных обстоятельств, либо если люди заранее уже там решили, что им нужны какие-то шаги в такой день полувыходной предпринять. Поэтому немножко просто поговорим в целом о раскладе сил, наверное. Предыдущая неделя официально, можно сказать, завершилась такой вишенкой на торте, несколько горьковатой, я имею в виду и порцию корпоративных отчетов из Китая. Гиганты с азиатскими корнями, интернет-платформы, за исключением платформы электронной коммерции GD.com, в целом отнюдь не добавили позитива в общий рыночный настрой. Динамика европейских индексов основных также была подпорчена опасениями из-за очередной, конечно же, волны уже до чертиков всем надоевших ковид-ограничений сразу в нескольких странах Евросоюза. Ну да мы не будем трогать эту тему, пусть она идет лесом. Я чуть позже там видео небольшой комментарий на эту тему оставлю, поскольку были, опять же, вопросы в комментариях под предыдущим видео. Но суммарно, учитывая эту тему, учитывая корпоративные отчеты из Китая, суммарный тон Уолл-стрит, который обычно обладает таким полезным свойством все переваривать и задавать направленность движения остальным мировым биржам, вот этот суммарный тон, он позволил завершить торги прошлой недели на вполне себе мажорной ноте. Ну и, собственно, примерно в таком духе рынок остался и в понедельник. Всего этому способствовал, прежде всего, после уже накопившихся объемов розничных отчетов, которым, естественно, хорошо в примере будущих распродаж, имея в виду и Черную пятницу, и Киберпонедельник, в остальном подъему способствовал в основном пул компаний-лидеров по капитализации, то есть так называемой группы FUNK, которые еще часто относят дополнительно Microsoft, но в целом объединяют в нее обычно Facebook, который теперь мета, Apple, Amazon, Netflix и Google. Удивительно при этом, что и всего состава вот этой FUNK группы самый заметный вклад в восходящий ралли внесла несколько неожиданно динамика акций компании Apple. Прирост ее котировок превышал 10% в ходе последних пяти торговых сессий, и хотя следом за достижением локального пика выше 165 долларов за акцию в понедельник, цены затем откатили в район 161 доллара, прибавка в стоимости продолжает все равно выглядеть очень впечатляюще, а произошла она не на пустом месте, а на фоне информации, что инженеры компании планируют запустить электромобиль от Apple с автоматическим управлением, как положено, и не позже 25-го года, то есть быстрее, чем спустя предполагавшееся там еще недавно 5-7 лет. Перспектива для Apple, естественно, поконкурировать на этой площадке с Tesla, а Apple, в крутости Apple, никто не сомневается и в ее возможностях, так как Tesla, насколько вроде как известно по различным утечкам и роликам, телефон делает какой-то волшебный, там с подзарядкой чуть ли не от солнца и с подключением к мозгу. Ну да, это еще будет видно, а вот то, что электрокар способна сделать в том числе и Apple и поконкурировать еще и с рядом других традиционных уже автоконцернов, которые сейчас все массово, все кому не лень, как мы понимаем, ударились в разработку, выпуск модной темы электрокаров, уже эта история вдохновила, ну, например, аналитиков калифорнийской инвесткомпании RedBush Securities на прогноз, что участие Apple в гонке электрокаров может добавить, это RedBush пишут, еще более 30 долларов за акцию к общей истории фоновой роста акций Apple в течение, правда, последующих нескольких лет делает оговорку RedBush Securities, учитывая золотой век перехода на электрическую тягу на горизонте. Но мы прекрасно понимаем, что когда такие переоценки делаются даже на длинный горизонт, они моментально влияют на текущую динамику цен, ожидания работают всегда сильнее, чем некие подтверждения. Вот в связи с этим, конечно, ускорение по Apple быстрее, чем, скажем, там, по Google, Amazon, Facebook. Но мы видим, что, в принципе, там тоже набрали неплохо, тот же Facebook уже выше 350 был, правда, самый конец дня понедельника там фиксация прибыли, некая небольшая, произошла, но думается, что это нормальная сейчас ситуация, когда будет рынок побалтывать туда-сюда под влиянием вот перечисленных уже в начале этого видео факторов. Не буду в них повторяться, сейчас немножко углубимся в китайскую тематику, а в остальном можно просто сказать, что да, индекс S&P 500 может еще поболтаться где-то в пределах, не сказать, что очень широких, но там от уровня, скажем, 4600 до уже почти достигнутого 4750, и дальше там, как бы, эту колею разбалтывать, раздвигать, при этом сохраняя все-таки, думаю, преобладающую восходящую направленность. Значит, вот что по поводу китайских отчетов. Хорошо себя проявило действительно только GD-ком из крупных. Падение акций Alibaba, конечно, очень заметное, ниже уровня 140 за акцию, там уже до 136-60 они дошли на закрытие понедельника. Все это из совсем недавнего диапазона 165, там даже 180 было с лишним, стало результатом спада расходов пользователей на этом всем известном сервисе. Заодно возродились, так сказать, некие хронические опасения уже бирж по поводу всего китайского сегмента рынка, но оказавшееся слабее ожиданий выручка Alibaba за третий квартал составило 270 миллиардов юаней, что разительно отличается от среднего прогноза в 204,9 миллиарда юаней, который был дан по результатам опроса экспертов на Bloomberg. Такая разочаровывающая картина, она складывается для Alibaba второй квартал подряд, потому что продажи на платформе за период с апреля по июнь, они были на уровне 205,75 миллиарда юаней, и это было тоже куда ниже тогдашних средних экспертных оценок, которые делались на уровне в 209 с лишним миллиардов юаней. То есть в целом два получается квартала подряд, вот не очень, скажем так, идут данные, но и неудивительно, что и по итогам еще торгов там понедельника еще Alibaba потерял более 2,5% вот до этого самого уровня в 136,60. Все понимают, что, наверное, где-то дно там она нащупает поблизости, но при этом останется тенденция к замедлению как минимум, потому что есть такая же тенденция в темпах прироста доходов, то есть нельзя сказать, что они не растут в целом, да, если брать там более среднесрочный горизонт. Ну, как видим, выручка за квартал даже снизилась, тут, правда, еще игра валютных курсов, юань, доллар, но тем не менее снизилась, и может, что таковыми темпами низкими компания будет добывать себе выручку и в четвертом квартале. Почему так предполагает, собственно, что и вызвало изрядную порцию пессимизма дополнительного, почему так упали? Это результаты уже прошедшего так называемого единого дня, сингл-дэй, там, по-моему, это называется, распродаж на Алиэкспресс, в целом на порталах Алибабы, где зафиксирован в целом финансовый результат, уже зафиксирован, потому что эти распродажи уже прошли, на уровне 84,5 миллиарда юаней. Ну, что интересно, в абсолютных цифрах формально, это вообще-то новый рекорд для этих ежегодных распродаж. Но обратная сторона этого рекорда все равно произошедшее замедление в темпах прибавки к выручке. То есть сама по себе выручка на распродажах все равно побила рекорд, она растет, но динамика роста хуже, чем в предыдущие несколько лет, а по нынешним временам это уже сейчас не нравится рынку. То есть все хотят, чтобы росло, все, что и цвело, опережающими темпами. Конечно, так всегда не бывает. Поэтому, в принципе, наверное, рынок постепенно одумается, но на данный момент и сами представители компании, и все Алибабы поспешили уже заранее сократить собственные прогнозы ожидания по итоговым цифрам выручки за 2021 год. То есть если раньше они предполагали, что она вырастет к 2020 году на 29,5%, выйдет на уровень 930 миллиардов юаней суммарно, теперь Алибаба ожидает суммарно прироста лишь в диапазоне от 20 до 23% год к году. Вот такие, в принципе, пироги. Ну и можно еще отметить, вот как проагировал Байду, китайский поисковик, аналог Google на свой отчет, там где и картографические, у них тоже есть сервисы искусственной интеллекции, в общем, примерно как китайский Google. Вот Байду смог показать гораздо лучшие в финансовом отношении результаты, превзошли они ожидания полуаналитиков Уолл-Стрит, но акции Байду тоже при этом снизились на фоне спорных прогнозов на следующий квартал. Ну и в целом, наверное, все-таки на фоне, думаю, сохраняющейся неопределенности в вопросе, насколько Пекин будет и дальше придерживаться жесткой регулирующей линии для национальных IT-платформ. Тем временем как раз акции Google, вот если уж говорить об аналогиях, то есть материнская компания Google, акции Альфабет Си, в данном случае я цифру называю, поставили на финише недели новый локальный рекорд внутри дня. Цена была 3037 долларов за акцию. В итоге по закрытию, по закрытию прошлой недели была красивая цифра, 2999 долларов 10 центов. В понедельник торги несколько еще пониже шли, завершились там чуть выше уровня 2940, однако, ну, думается, вряд ли имеет смысл вести речь о каком-то переломе в общей восходящей тенденции. То есть в целом ожидания новых доходов от облачных сегментов, рекламных прибылей, они усиливаются еще из-за частичного возможного торможения оффлайн-активности, особенно если эти всплески заболеваемости, будь она неладна, пойдут из Европы и в Соединенные Штаты. В конце концов, инвесторы по всему миру, в принципе-то, они видят, что самый высокий даже уровень вакцинации, он, мягко говоря, не всегда напрямую вообще коррелирует со сдерживанием распространения вируса. И это вызывает беспокойство, соответственно, рынков, вызывает довольно горячие споры как раз в обществе. Вот как раз по поводу этого, собственно говоря, я, вот отвечая на вопрос, там спросили я там тоже, идиот на эту тему, или кто, или как, что я там думаю по поводу всех этих вещей. Слушайте, очень мнение простое, я ответил в комментариях, ну, как бы предвосхищая всевозможные вообще вопросы на эту тему. Скажу так, мое мнение следующее, менять ли, в принципе, заводские настройки, как говорится, организма, или же нет, а мой для этого вопрос сугубо интимный. Я здесь не на какой единственной стороне, а я против принуждения, против покушений на естественное право человека, на неотчуждаемые свободы, включая право человека думать собственной головой, на основе этих размышлений, как-то вырабатывать по разным вопросам свою жизненную позицию, в том числе и без вопроса, и без давления государства, решать, как именно тебе следует поступать со своей душой, телом, как тебе защищать свое здоровье, жизнь своих близких. Ну, соответственно, не вписывается в мои представления о высокоразвитом мире людей в наш век, сегрегация, разделение в правах на основе медицинских фактов, анализов крови, кала, мочи, чего угодно, как хотите, как же так и расы, пола и тому подобное. Уже видели, уже начинается там подсчет британцев, пошли новости, что на самом деле у расы одной нужно не так считать, как у другой, у нее по-разному антитела появляются, сейчас скоро выяснится дальше, что какие-нибудь транс-личности вообще не должны подпадать под эти ограничения, потому что у них и так права их нарушены. В других странах наоборот, но, в общем, это все можно долго вести, главное, что люди позволяют себя разделять по этому признаку. Вот если бы не позволяли разделять и просто дружно, как во времена Махатмы Ганди в Индии, проигнорировали бы всю эту систему кодов дурацких, вместе привитые, непривитые, укушенные, неукушенные, сторонники, противники, белые или красные, там, зеленые, просто не пользовались бы этой системой, то через недели-две-три этот маразм просто бы отменили, надолго бы отбилась охота власти этим заниматься, а общество бы успокоилось так же надолго. А мы вместо этого, что делаем, мы мелочно продолжаем спорить друг с другом о суперважных, якобы второстепенных деталях, все превращаемся в каких-то вирусологов, ученых, специалистов, в общем, отвлекаемся от нашей нормальной жизни, которой нам, в общем, наверное, по-хорошему и надо бы жить, зачем-то доказывать друг другу, кто умнее, а итог, ну, в итоге, проигрыши все. Вот так я в целом к этому вопросу отношусь. Кстати, пока не забыл в теме комментариев, там интересный был комментарий под видео на прошлой неделе из Австралии по поводу связи в индустрии с политиками. Вот, соответственно, я не то чтобы по этой теме даже, просто, ну, поинтересовался, если вдруг человеку, который написал этот комментарий, есть что интересного рассказать о ситуации в целом в Австралии, я имею в виду вообще, как общество относится к этим вопросам, вот в реальной жизни, ну, то есть, во всяком случае, окружение у всех свое, ну, вот при окружении автора. Какие-то, может быть, вопросы, как бы, на нашем канале, связанные с инвестициями, освещаются, соответственно, вот любопытно, есть ли какие-то особенности, во что люди инвестируют там. Вообще, в принципе, как живут, если есть что-то интересное рассказать, или, может быть, какие-то любопытные ссылки кинуть на эту тему, наверное, буду признателен, будет интересно. Я просто ответил автору в комментариях, но по какой-то причине я там ничего такого не написал, за что мог быть мой комментарий удален, но он удален, поэтому прошу прощения, что я вам не ответил, это что-то связанное, не знаю, с настройками какими-то Ютуба. В общем, я попробовал два раза оставить комментарий, у меня не получилось. Вот видео я вам эти вопросы еще раз задаю. Хочется больше плюшек от команды «Финверсия»? Тогда «Инвест-клуб Финверсия» — это то, что вам нужно. Ежемесячный стрим «Выбор эмитентов», обучающие инвестиционные вебинары, новые книги серии «Библиотека Финверсия». Стать участником «Инвест-клуба Финверсия» можно, оформив ежемесячный абонемент. Нажмите кнопку «Спонсировать» под любым видео канала «Финверсия ТВ» и оформите подписку. Станьте участником нового «Инвест-клуба Финверсия». Больше информации о «Инвест-клубе Финверсия» вы можете найти в описании к видео. И, собственно говоря, возвращаясь к влияниям на экономику, на мой взгляд, все-таки здесь на данном этапе вот эти вот, будь их неладно, блокировки, философскую суть которых я уже больше углубляться не буду, они болезненно сказываются в первую очередь на ситуации, можно сказать, гуманитарной, или на вопросах, связанных с правами человека. Но они не так уж сильно влияют на этом этапе на экономическую деятельность, особенно крупных компаний-эмитентов. Тем более, что при всех там, вводимых разными странами, ограничениях, вот такого, как было весной прошлого года, что и на работу нельзя, этого нет. На работу, пожалуйста, оказывается, ходить на работу – это уважительная уже теперь причина. Видимо, хватило всем просадки экономики. Поэтому, в принципе, биржи и держатся довольно хорошо, и высоко держатся, не сильно реагируя пока, по крайней мере, на эти ситуации. То есть, во всяком случае, крупным компаниям-эмитентам по-прежнему приковано инвестиционное внимание, такой активный интерес рыночной толпы, которая пытается туда сбежать от инфляционных процессов. Ну, возможно, вот поэтому торможение, связанное, значит, с известными локдаунами, по крайней мере, пока оно не портит сильно позиционирование индексов ни широкого рынка Уолл-Стрит, СНП-500, там, как он колебался, в районе 4,700. Ну, я чуть более широкий коридор обозначил, который возможен. То есть, рынок может не идти по прямой, тем более, там, на короткой неделе, да еще вот в условиях противоречивых факторов. Но, в целом, где-то от 4,600 до 4,750. Принципиально, это все равно будет означать, по сути, удержание рынка на расстоянии, ну, буквально вытянутые руки, от свежих осенних пиков всех времен, возле которых он сейчас и находится. И на этих уровнях рынки чувствуют себя вполне комфортно. При всем при этом, однако, офлайн-ориентированной компании, особенно промышленный сектор, который представлен в большей степени индексом промышленным Доу Джонса, вот, как правило, они отстают по капитализации от IT-сектора, который как раз сталкивается вот в этих условиях с явным переизбытком даже спроса. Исходя из этого, как раз индекс Nasdaq 100, вот он прошлую неделю завершил уже выше отметки 16 тысяч, в понедельник, скорее, котелос чуть ниже, но ненамного глубже 16 тысяч. А так можно отмечать особенности отдельных компаний. Здесь, конечно, очень отличилась NVIDIA, безусловно, было крайне интересно почитать историю всю эту по поводу Omniverse, Meta-вселенной, то есть такой вселенной сайтов, 3D-сайтов, которые предполагает и видит NVIDIA, что их будет делать буквально легче, чем обычные сайты даже, и, соответственно, их даже может оказаться вскоре больше. Так что бизнес связанный и с предоставлением софта для того, чтобы дизайн таких сайтов делать объемной, дополненной реальности. Это одна часть, собственно, составляющая компаний, другая – это чипы. В результате вот акции взмывают до небес. То есть вот можно на этом примере видеть. Ну или там, вот посмотрите на Qualcomm, компания, которая модернные чипы поставляет для смартфонов Apple, в частности. Ну и вот Qualcomm, например, тоже себе нашел еще дополнительную интересную нишу. То есть после того, как Apple стал делать самостоятельные чипы там, да, в свои, то Qualcomm ушел очень круто в автомобильный сектор. Вот как раз подписал контракт большой на 4,5 миллиарда с BMW, ну через там дочернюю технологическую компанию. Согласно этому контракту будет поставлять чипы для беспилотных версий автомобилей BMW, в том числе, видимо, об электрокарах тоже, наверное, будет речь идти. Вот, возможно. Так или иначе, да, учитывая, как растет круто выручка автомобильного сектора и насколько есть нехватка вот этого, собственно говоря, чипового оборудования, вот-вот взлетели акции Qualcomm. То есть в целом динамика идет по отдельным, можно сказать, компаниям, такая особенная динамика. Есть, разумеется, какие-то еще моменты, обращающие на себя внимание публике, но в частности можно сказать о рынке нефти, где там очень много понаписали в последнее время о том, что распродажа части нефти из стратегических резервов, где Америка призвала и Китай, и Японию к этому, Южную Корею, и даже Индию, что она может повлиять на рынок. На мой взгляд, долгосрочного влияния здесь быть не может, хотя бы потому, что не такие огромные там уж прямо запасы могут из резервов продавать. Это такие ограниченные довольно интервенции. Мало того, резервы придет, скорее всего, если не одновременно, то почти сразу после этого пополнять. Поэтому здесь может только символическая какая-то акция речь идти, которая может разово сбить цены. Например, на 5 долларов еще ниже там показали, они уже 78 там вот с небольшим на момент этой, по крайней мере, съемки. Но вот могут еще там на 3-5 долларов опустить вниз, но в результате оттуда будут выкупать нефть. Поэтому общий прогноз, что там можно ждать и 90 и выше, на мой взгляд, остается в силе. Тем более, что уже и представители ТОПЕК прозрачно намекнули, что если характер более-менее массированный снижение цен приобретет, то они просто пересмотрят квоты на добычу и, например, не увеличат их в ближайший месяц на обычные 400 тысяч баррели в сутки. А то и могут их уменьшить. Такой намек тоже, в общем, прозвучал. Поэтому, ну, здесь такое бодание вербальных пока идет интервенций, от чего тоже не болтается, но в целом, думается, это краткосрочный, а не долгосрочный фактор. К таким же краткосрочным исключительно факторам влияния можно отнести, наверное, и тему нового старого председателя Федеральной резервной системы. Мы знаем, что переназначен Джером Пауэлл на эту должность, но были разговоры, что, а если вдруг, значит, номинируют и назначат Лоэль Брайнард, гражданку, которая вроде как еще мягче Пауэлла, то рынком будет еще лучше. Но на самом деле, на мой взгляд, абсолютно одинаковые позиции, все это просто, ну, такая мусорная повестка дня, мало кому нужная. Кстати, в конце дня, буквально понедельника, этой темы постарались объяснить конец дня коррекционные движения по индексам. На мой взгляд, абсолютно пустая, непривязанная к какой-то реальности попытка, потому что первая реакция, на самом деле, на момент, когда только объявили, что действительно Джо Байден готов переназначить Пауэлла, первая реакция была в индексы еще и вверх скакнули. Вот. Но я думаю, что это вообще, на самом деле, просто совпадение, по сути, по времени, там, скачок вверх, какие-то частичные, там, снятия прибыли, коррекционные движения, новые попытки. То есть, просто рынок, на самом деле, колеблется, и не надо каждый, его чих, привязывать к какой-то такой дирижерской палочке, которая там, прямо за кадром, обязательно действует, чем-то рулит. Вот. Мне кажется, что это, в целом, левая история. Что еще из интересного за последнее время, ну, конечно, продажа акций Тесла, Маском, 10% уже обсуждена, наверное, во всех новостях подробно. Я лишь скажу, что, на мой взгляд, она не повлияет, принципиально, тоже на динамику Теслы. Ну, сейчас мы уже это и видели, что большую часть из этого пакета, который он предполагал продать, в результате там, опроса, который проводил на Твиттере, уже продана. Больше уже, чем ему необходимо для уплаты налога, собственно, что и оправдывал продажи. Ну, неплохо человек зафиксировал часть прибыли, зафиксировал. Но, как видите, он фиксировал, видимо, далеко не по любым ценам, потому что при приближении к отметке 1000, или когда там мелькали ненадолго трехзначные значения, там никто явно ничего не продавал. То есть, продавал он, очевидно, при приближении к отметкам, там, по крайней мере, 1200. Вот, снова эти моменты, там, оттуда рынок сбрасывает. То есть, какое-то время может подержаться боковой коридор, но, в целом, идея про то, что раз Маск продает, то все упадет, ничего, на мой взгляд, здесь нет такого. Во-первых, раз он продает, он кому-то продает, кто-то покупает. Это рынок, здесь есть обоюдоострые, так сказать, всегда инструменты. Если объявлена какой-то массивной продажа, эта продажа идет не в абстрактный вакуум, она идет кому-то. Кто-то, кто мечтал Теслу выкупить по 1000, и он ее и выкупил по 1000, грубо говоря. С другой стороны, то, что Маск заранее оттабил опрос, ну, на мой взгляд, это тоже хороший, на самом деле, инструмент, который показал рынку, что из-за чего, собственно, он собирается там продать часть пакета. То есть, если бы просто пошли неожиданные продажи, неизвестно от кого, потом бы сказали, о, там, Маск продает свои акции. Но это вот было бы, на самом деле, некрасиво, и это бы смотрелось, как вдруг он знает что-то плохое про свою компанию. Так человек объяснил, ребят, мне вот тут несколько миллиардов налогов нечем заплатить, которые мне тут докапываются. Ну, что, продать мне акции или нет? Ну, не знаю, что бы он делал, если народ сказал нет. Наверное, устроил бы такой же вопрос еще через, там, два месяца, либо еще что-то придумал, а какие у Маска высокие. Ну, так или иначе, народ сказал, да, Маск продал. Но это просто влияет, может быть, на некие растяжение во времени графика Тесла, и не более того. То есть, при зашкаливании будут фиксации прибыли какое-то время в расчете на то, что, может быть, там еще не весь пакет распродан, или что кто-то еще последует примеру основателя компании. Но в целом, в целом, история, опять же, то есть, она такая, ну, не скажу, что высосанная из пальца, но она не настолько значимая по влиянию на динамику рынка. Ну, наверное, собственно, мы темы все с вами на сегодня актуальные обсудили. Хорошей вам короткой недели на рынке, постараться в конце недели от инвестиционных тем, от этой повестки дня передохнуть немножко. Как раз День Благодарения он этому способствует. Закрытые рынки в Америке и там полувыходной в пятницу, закрытые в четверг, как правило, способствуют тому, что особо какой-то супердинамики нет обычно и на других глобальных площадках. Поэтому самое время немножко, может быть, посмотреть на эти вещи чуть со стороны, или просто переключиться на какие-то другие свои жизненные темы. Надо же иногда на самом деле и отойти от решения насущных финансовых вопросов. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Как принимать торговые решения в трейдинге? Какими навыками должен обладать активный инвестор? Какими приемами владеть? Как влияет на рынок новостной поток? Как определить новые тренды на рынке и время их разворотов? Какое место занимает технический анализ в процессах принятия решений? Что такое торговые коридоры? Как нащупать дно рынка? Как считать торговые сигналы? Книга финансово-аналитика инвестора Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» для трейдеров и инвесторов, которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы. Материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке. Однако эти же принципы, подходы и технические приемы применимы и классическому фондовому рынку. Купить книгу Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» можно по ссылке книги под этим видео.